Очень просто все, три этапа. Когда-то французская культура, французский язык полностью доминировал среди русских элит, российских элит. Все говорили на французском, это был главный материнский основной язык, и Пушкина, и остальных ребят. Потом пришла огромная армия, гигантская для тех лет, 600 тысяч человек примерно. Вся Европа пришла, возглавляемая Наполеоном, и выбила французскую культуру язык из русских умов. Потом все на немецком говорили, язык науки немецкий, учили в школе немецкий. Немецкая культура доминировала. Пришла огромная армия, вся Европа, возглавляемая Гитлером, и выбила немецкую культуру из русских умов. Потом на английском стали все стараться разговаривать, учить английский, английская культура, фильмы, музыка. Все вот это англоязычное поселилось в русских умах. В школе английские стараются все учить, старались. Сейчас уже некоторые на китайский, кстати, переходить начинают бояться, надеются и верят, что китай все возьмет. Вот это ошибка, конечно, и глупость, но я сталкивался с тем, что дети элит российских усиленно учили китайский с преподавателями, и там во всяких спецсковах. Ну, не суть. Ну, вот английский язык пока никто не выбил, хотя пытаются. Вот у нас разрастается конфликт. Все на грани того, что огромная армия зайдет, опять будет месилово, мочилово, страшные вещи, и выбьют английскую культуру из русских умов совершенно. Ну, вернее, то, что осталось от этой культуры, потому что вот эти негры, кверх ногами, дрыгающие жопами, танцующий тверк, так называемый, вот эта вся хирота, это, конечно, уже псевдо. Это не культура, это черт знает что, но тем не менее, все на английском языке. Все равно у молодежи, у малолеток чуть ли не половина слов уже из английских состоит, изуродованных на российские манеры и так далее. Третий этап должен состояться по логике.